Тимур Олевский, шеф-редактор новостей издания The Insider, с нами на связи. Тимур, приветствуем вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Здравствуйте. Приветствую вас, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, когда вы сейчас... Спасибо, что вспоминаете о политзаключенных из России. Ну, на самом деле, это очень важно, потому что, вы знаете, мы часто поднимаем эту тему, у меня всегда один вопрос, всегда хочется, да, и что? Сейчас почему-то я понимаю, что, возможно, не совсем корректная аналогия, но вспомнила когда-то давно, очень давно, в одном из выпусков Юралаша провожали очень плохого ученика, Ваню, ну, он только был высокий, несколько лет пребывал в одном и том же классе, и, вы знаете, так собрались все радостно, чтобы, знаете, а радостно почему? Потому что, наконец-то, его как-то каким-то образом, учителя решили вопрос, как от него, скажем так, фактически избавиться, ну, и встает так директор школы и говорит, Ванечка, у меня нет слова. Он говорит, ну, так что встала, садись, да, вот я вот сейчас, и что? Вот хочется, мы каждый раз показываем вот этот абсурд и абсурдность ситуации, которая, ну, знаете, мне казалось, что вот в прошлый раз, когда мы с вами общались, она уже дошла до абсурда. Сегодня я понимаю, что она еще доходит до абсурда. Там трафаретом написали, все, посадили реальные сроки. И вот всегда хочется спросить, и к чему... Вы хотите, я вам заголовок один наш, что читаю до инсайда, просто из новостей этой недели. В Ставропольском крае проверяют детский сад на пропаганду ЛГБТ из-за лавочек, раскрашенных в цвета радуги. Да. Ну и все, собственно. Вот и все, собственно. А нет, это есть одна история, которая прямо сейчас развивается, она довольно чудовищная, как и большинство историй, которые сейчас развиваются. В открытом пространстве в Москве, где силовики сорвали презентацию Саши Скочеленко, прошли задержание одного и сбили. А теперь подробности. Саша Скочеленко, политзаключенная, которого пытаются осудить за фейки в отношении российской армии, презентация касалась ее книжки комиксов, которая была посвящена не войне, а депрессии. А силовики, которые ворвались в открытое пространство, уложили всех на пол, избили и заставили петь песню «Такие, как Путин» и песню «Березы» группы Любе. Довольно мерзкая песенка, надо сказать. Из одного года, из 2010-го, по-моему, из такого альбома. И, в общем, мне кажется, что силовики решили, что если они заставят людей, которые пришли посмотреть и поддержать политзаключенную, и купить комиксы, в которых описывается депрессия, заставят петь песню «Березы» группы Любе, то я не знаю, каково это людям, которые, собственно... Ну, собственно, там нет особых иллюзий, потому что Николай Расторгуев довольно давно депутат Государственной Думы. Окей. Но сам факт того, что если им кажется, что людей можно пытками и избиением заставить петь песню «Березы», и они от этого сразу полюбят Путина, войну и традиционные ценности, то, конечно, вы понимаете, что у них в голове. Но это просто уровень определенный. А про тех людей, которых сейчас рассказывал ваш корреспондент, даже повторять не буду, кроме одного, кроме одной девочки, вот этой самой Марии Москалевой, которую Путин украл у своего отца, точно так же, как он украл украинских детей из украинских городов, от Мариуполя до Херсона. И очень важный момент. То есть смотрите, что они делают сейчас в последнее время, люди, которые вокруг Путина, и Путин тоже. Они буквально едят детей. Ну, у них такая вот появилась идея, что есть детей, ну, то есть дойти до дна. Вот наконец-то уже не копать глубже, а прямо дойти до дна, и все. Поскрести амантию. Она должна обязательно состояться в их жизни. Надо есть детей. Надо прямо стать героем поэтической сказки маршака-тараканища и начать жрать детей. И им это сходит с рук. То есть они украли украинских детей. За это суд в ГААГе, Международный уголовный суд, выписал ордер Путину. Но они и российских детей едят точно так же. Они пугают людей самым страшным, что только может произойти в жизни любого родителя. Что придет государство, отнимет твоего ребенка и начнет его перевоспитывать. И идея в том, что по политическим мотивам начнет это делать. Не потому что ребенок находится в опасности, не потому что ребенку бьют. Среди россиян, которые сейчас поддерживают войну, было немало людей, которые одновременно выступали за то, чтобы разрешить избивать детей ремнем в качестве меры воспитания и запретить государству таких детей спасать от таких родителей. Вот эти люди, которые боролись очень долго с российской ювенальной юстицией в результате, все сплотились вокруг Путина. Ну, не все, конечно, но многие из них сплотились вокруг Путина, потому что Путин хитро смешал православие, традиционные ценности, побейте своего ребенка, тогда он лучше станет, и войну. Он все это дело хитро смешал. И они очень долго боролись за то, чтобы у них детей не отнимали. У них детей теперь не отнимают. Теперь детей отнимают у тех людей, которые воспитывают детей в обычном, нормальном, человеколюбивом смысле, что обстреливать всеми ракетами, которые есть в твоей стране, и убивать детей с соседней страны плохо. А Мария Москалева, она просто буквально нарисовала вот такой рисунок, что плохо, что российские ракеты убивают украинских детей. Ее отобрали у отца, отца посадили в тюрьму, отцу не возвращают девочку. Отца наказывают тем, что отобрали у нее ребенка, у них ребенка, потому что государство должно ее перевоспитать, чтобы она любила войну. Понимаете, какая история, да? Вот это происходит, собственно, сейчас в России. И тут очень важно, где это происходит. Все забывают, что это происходит в Тульской области, которую возглавляет Алексей Дюмин, охранник Путина, ну, то и буквально дементор, который охранял Волан-де-Морта. Это тоже довольно важный момент. Ну, так выслуживается как может. И вот эта линия, международный уголовный суд, ордер, похищенные украинские дети, похищенные российские дети, Путин, его охранники, которые, выслуживаясь, делают ровно то же самое, они прослеживаются очень четко. Вот об этом очень важно говорить, конечно. Вот это вот то, что сейчас происходит в России. Конечно, после такого мы можем точно констатировать, извините, я понимаю, что не даю вам возможности задать мне вопросы, но, честно говоря, тут нет вопросов, тут есть одни ответы. Что Россия, по сути, прямо сейчас на наших глазах разделяется на две страны, на две России. К ужасу я должен это констатировать, что это факт. Две России неравные, между которыми разлом все больше, а граница все четче. Люди, которые понимают, что Марию Мускалеву украли и едят, и это делает Путин, обгладывая косточки. И люди, которые этому аплодируют. И эти две России дальше как-то, как-то, а дальше я не знаю как. Но это факт, это факт. И эти репрессии, о которых вы говорите, понимаете, какая штука? Людей, которые против, много. То, что с ними делают, запредельно. То, что мы видели в Беларуси, нам казалось запредельно, и там действительно уровень жестокости силовиков по отношению к гражданскому обществу был совершенно невероятным. Но российские доброходы и силовики, потому что там еще есть добровольные помощники силовиков, они как бы пошли дальше, они добавили в этот элемент творчества. Это история про то, что... Я вот представляю себе очень хорошо этого пассажира поезда, метро, который заглянул через плечо в телефон мужчины, который ехал вместе с ним на работу, увидел картинку, которая ему показалась, не знаю, поддерживающей Украину против войны, которую развязала Россия, и настучал на него полицейским. И вот этих людей я очень хорошо себе представляю. Они составляли костяк тех, кого Россия собрала для того, чтобы в 2014 году в Донецке качнуть ситуацию и ввести войска в Украину. Вот именно они, эти люди. Конечно, хочется... Единственное, что хочется в отношении этих людей сделать, ну, как первое желание, конечно, проявить некоторый элемент насилия. Но потом ты понимаешь, что страна больна, реально очень больна. И граница между теми и другими, она появилась, это уже реальность, и это факт. И что с этим делать дальше, и как это будет происходить, совершенно непонятно. И очень больно. Тимур, а смотрите, в своем одним из последних отчетов Институт изучения войны, он тоже делает определенные выводы по поводу вот нового, очередного, продолжающегося видка репрессий в отношении там людей, которые думают иначе, рисуют иначе, какие-то там плакаты или делают какие-то поделки, выступают с какими-то плакатами, в частности, там, выходя на одиночные пикеты и так далее. И Институт изучения войны пишет о том, что президент России, он усиловал кампанию, направленную, понятное дело, на борьбу с антивоенными настроениями на территории страны. Да, усиливает и законодательство, и, соответственно, ответственность. Вот. А вот по вашему мнению, если усиливаются репрессии, то, наверное, и антивоенное настроение там ширится, наверное, больше? Или все-таки получается запугать большинство людей вот такими случаями, о которых мы с вами говорим? Чего Путин боится больше всего? Я думаю. Смерть? Я думаю, что Путин... Это первое, что он боится больше всего. А второе, чего больше всего он боится, что люди, которых он отправил умирать, те из них, кто вернется, им скажут, или они сами поймут, что они умирали зазря. Ни за что. Ни за чем. Эта война была никому не нужна. В ней вообще нет никакого смысла праведности и правды. Потому что именно в этот момент те люди, которые это узнают, это те, кто умеет убивать уже, кто уже наелся смерти, они должны захотеть спросить хоть с кого-то за то, что они потеряли всех вокруг себя, видели страшное, возможно, они калейки и прочее, прочее. И в любом случае у них искалеченная душа и голова. Потому что они это сделали зазря. Понимаете? А это точно зазря. Когда они это поймут, ему будет очень плоховато. И то, чтобы они этого не... Он боится того, что им придется... Ну, чтобы они, не зная бога, не узнали об этом. Ведь то, за что сейчас наказывают силовики, это не за то, что люди хотят остановить войну. По сути, они расправляются с теми, кто может рассказать вернущимся с фронта, что они воевали зря. Я думаю, что это его второй самый главный страх. Потому что он ведет к тому, о чем вы сказали выше. К его страху смерти. Тимур, просьба, микрофон, наверное, цепляет одежды и помехи. Да, да, скорее всего. Надеюсь, разобрали то, что я сказал. Нет, конечно. Были помехи, но удобоваримые. Шуршит. Да, совершенно верно. Тимур, тогда тут вопрос, что будет далее с мобилизационными планами российских властей? Потому что мы видим, что все больше разных районов, все больше разных областей, да, регионов, они как раз вот подходят к тому, что вот все, большей части людей там раздают повестки, пытаются как-то, знаете, взять на учет тех людей, и студентов, соответственно. Вот. Как будет с этим? Если он боится, что большинству дойдет, да, то может как-то это, ну, приостановит эти мобилизационные планы? Или уже машина запущена, и будут далее в этом? Я думаю, что остановиться же он не может, поэтому, конечно же, мобилизационные планы будут выполнены. Будут включены все педали, на которые можно надавить, на которых написано своих не бросаем, мы же один народ, сила в правде, правда в силе, если не я, то кто? И все-все-все-все-все-все-все то, что составляет этику пацана. Нормальную, вполне в обычной жизни, просто используемую в возвращенной форме людьми, которые развязали эту войну. И я думаю, что мобилизационные планы будут, безусловно, выполнены во всех регионах, эти 400 тысяч соберут, тут есть два нюанса. Первый нюанс, что в том коротком промежутке, который будет между теми людьми, которые кончатся сейчас, и тех, которые повезут заново на фронт умирать, Украина может успеть выполнить те планы военные, которые есть у нее на этот год, и тогда просто все потеряет смысл. Ну и кончится война просто. Потому что, конечно, для Путина условно... Я, кстати, сегодня, знаете, на что обратил внимание? Знаете, кто еще приезжал в Мариуполе, да, кроме Путина? Из людей, которые пытались завоевать Украину? Ну, еще Гитлер там был, собственно, как известно. Да, да. То есть, на самом деле, вселенная как будто просто шутит над ним. То есть, мы просто пытаемся уйти от пошлых сравнений каждый раз, говоря, ну, во-первых, ничего нельзя ни с чем сравнивать, никогда, во-вторых, ну, просто одно с другим так сравнивать в лоб, это, ну, это не очень, это низкий жанр, да? Но вселенная говорит, нет, нет, подождите, а я хочу... У меня для вас, да, другая история. А у меня для вас другая история, да. Поэтому я думаю, что мобилизационные планы, конечно, выполнят. Другой вопрос, что если Украина будет успешно наступать и выходить на границы, то, ну, заткнется эта мобилизация, она просто потеряет смысл. Понимаете, какая штука? Я все время думаю о том, как в России может кончиться война. И давно уже у меня есть два сценария. Первый, не очень реалистичный, о том, что Россия проиграет войну на своей территории. Ну, просто плохо реалистичный, потому что такое количество территории, таким количеством людей, с таким количеством жертв трудно себе представить страну, которая решится и посчитает необходимой для себя потратить такое количество человеческой жизни на то, чтобы, знаете, добить Путина в Москве. Не могу себе этого представить. А вторая история заключается в том, что однажды просто утром россияне проснутся, а по телевизору про войну ни слова. Просто нет ничего, как и не было. И через месяц все рассосется. Только инвалиды по электричкам будут петь песню про войну и просить милосты. И вот этот вариант, мне кажется, более реалистичен. Вот этот вариант реалистичен, если между двумя волнами мобилизации Украина успеет выполнить те планы, которые у нее есть на этот код. Такое я себе представляю. Тимур, спасибо вам за разговор. Благодарим, вес к эфиру телеканала Freedom. Тимур Олевский, шеф-редактор новостей издания The Insider был с нами на связи.